Возрастной порог молодежи планируют увеличить до 35 лет в Казахстане. Законопроект одобрили в Сенате. Если норму утвердят, количество молодых граждан в Казахстане возрастет до 6 миллионов 200 тысяч человек. С предложением выступило Министерство информации и общественного развития. По мнению ведомства, это повысит шансы молодых людей стать участниками льготных программ правительства. По мнению политологов, в нашей стране о молодежной политике говорят много, но дел их для ее реализации явно недостаточно. Вроде бы и закон специальный приняли, и концепцию разработали, и хорошую финансовую поддержку со стороны государства организовали, но толку мало. Неверно выставленная государственная политика, которая скорее нацелена на контроль за молодежью, чем на ее развитие, усугубляет ситуацию, полагают критики. Поэтому молодежная политика существует не потому, что все заботятся о молодежи, а потому что все понимают, в ней сконцентрирована основная протестная сила. Теперь сенаторы намерены увеличить количество молодых людей за счет увеличения возраста. Возраст с 29 лет будет увеличен до 35 лет. Что это дает? Многие молодые люди не могли попасть под жилищные программы. Теперь они смогут в них участвовать. Какие же проблемы испытывает молодежь? Так вузы для молодежи недоступны, потому что образование за год стоит около миллиона тенге. Трудоустроиться тоже тяжело, потому что работодатель требует стаж. А за временную работу платят мало, около 100 тысяч тенге. На эти деньги выжить тяжело. Жилье получить по разным программам тоже затруднительно, потому что молодежь не подходит под нынешние программы. Теперь сенаторы говорят, что, мол, молодежи дадут льготные кредиты. Со следующего года, как сказал президент, молодым будет выдаваться кредит для бизнеса под 2,5%. Теперь нужно обратить на это внимание, потому что многие молодые люди не знают об этом. А это дает им возможность открыть свое дело. Возраст претендента на микрокредит будет учитываться на момент подачи документов. Кредит будет выдаваться сроком на 5-7 лет. Максимальная сумма – 5 миллионов тенге. Кредиты для молодежи будут выдавать через АО «Аграрная кредитная корпорация». Но претендовать на финансирование сможет молодежь из числа безработных или предпринимателей, которые открыли ИП на момент обращения за микрокредитом уже 5 лет назад. И еще одно условие наличия залогового обеспечения. То есть из-за этих фильтров не все молодые люди смогут получить этот льготный кредит. Бауржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.